Привет, друзья! В начале этой осени вступят в силу сразу несколько важных изменений для каждого автомобилиста. Они коснутся правил покупки автомобилей с пробегом, обжалованию штрафов, реформы техосмотра и не только. Сегодня видео не длинное, но крайне информативное. И обо всём подробно расскажем сразу после короткой, но действительно полезной рекламы. Если в ваших планах покупка нового автомобиля, рекомендуем заглянуть на сайт компании Автоспот. Там вы сможете забронировать автомобиль, который давно хотели по самой выгодной цене. Сервис наглядно показывает, сколько можно сэкономить при покупке за наличные в трейд-ин или даже кредит. Указывайте ваш телефон и ждёте звонка менеджера. Он подскажет ближайшего официального дилера, где вас уже будет ждать ваш автомобиль. Простой, доступный и крайне удобный агрегатор. Ссылка будет в описании, ну а мы возвращаемся к новостям. Итак, начнём с новых правил покупки БУ автомобилей. В течение ближайших месяцев в России изменится порядок покупки автомобилей с пробегом. Причём изменения направлены на то, чтобы сделать процесс заключения договора купли-продажи быстрее и безопаснее. Уже этой осенью договор купли-продажи можно будет оформить с помощью нового онлайн-сервиса. Для этого понадобится скачать приложение Госключ на сайте Госуслуг. Покупка и продажа поддержанной машины через этот портал делают сделку более прозрачной с точки зрения проверок автомобиля, а также верифицируют реального продавца и покупателя. В данном случае преимущество оформления сделки состоит в том, что все данные об автомобиле, его владельце, техническом состоянии и всех задолженностях сразу видны второму участнику сделки. Таким образом, перед оформлением покупатель может ознакомиться со всей информацией о машине на Госпортале. И при оформлении сделки через этот портал можно сразу проверить, есть ли розыск или залог у банка. Покупатель сразу увидит, сколько собственников было по ПТС, а также наложено ли на автомобиль ограничению судебных приставов. Нужны два компьютера, сели участники перед одним компьютером или перед своими, заполнили по шаблону документы. Если эти документы заведены в Госуслуги, то тогда и этого делать не надо, они уже раз заведены, сразу подгрузились. И все, тогда оба подписали электронными подписями договор купли-продажи. И он сразу уехал, что называется, в ГАИ. Там уже в ГАИ, в пункте регистрации видят, что вот такой договор есть. Но все равно в ГАИ ехать придется, потому что остается обязательная процедура сверки номеров. И для этого придется ехать. Но опять же, там ничего уже не нужно заполнять. Вы приехали в регистрационное отделение. Вот мой паспорт, вот мои документы. Там уже все заполнено. Вас отправляют на сверку номеров, и дальше уже новый хозяин получает новый комплект документов. Кроме того, штрафы с камер за нарушение ПДД после оформления договора купли-продажи будут отправляться уже новому владельцу автомобиля, независимо от того, успел ли он ее поставить на учет. И вот это крайне удобно. Если коротко, то как-то так. Подробную статью проверенного новостного портала мы уже разместили у себя в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании, по необходимости можете заглянуть. Ну а мы едем дальше. Кроме того, 22 августа ОСАГО официально и окончательно отвяжут от техосмотра. Главное изменение этого года связано с реформой системы техосмотра в целом. Ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля. И поэтому должны проходить техосмотр добровольно. При этом данная инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности. Это такие, как такси, грузовики, автомобили, предприятия, организации, автобусы. Этот механизм позволит госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь, автобусов и такси. С 1 марта автомобилисты проходили процедуру по новым, более жестким правилам. С фотофиксацией и привязкой к геолокации. Но 22 августа, как мы и говорили ранее, для водителей вступят в силу послабления. В частности, страховщики больше не будут требовать диагностическую карту при оформлении стандартного полиса ОСАГО. При этом, что важно, техосмотр всё равно нужно будет проходить. Подробнее об этой теме мы уже рассказывали в большом выпуске на нашем канале. Кроме беспроблемной страховки, подробности пока неизвестны. Не исключено, что за наличием документа о пройденном техосмотре у водителей будут следить инспекторы ГИБДД. Так, согласно действующему кодексу административных правонарушений, за езду без диагностической карты положен штраф до 800 рублей. А через год санкции увеличат до 2000. Сейчас его, конечно, никто не проверяет, но что будет дальше, пока никому неизвестно. Но не стоит исключать и полную отмену. Разговоры об этом уже ведутся. Однако у этой идеи есть много противников. Они считают, что в случае отмены резко возрастёт количество ДТП и аварий в целом, а состояние автомобилей сильно ухудшится. Поживём-увидим. Едем дальше. В первый день осени вступят в силу новые правила обжалования штрафов. Сделать это можно будет в электронном виде. Сегодня же для оспаривания штрафов необходимо лично явиться в отделении ГИБДД или отправить заявление по почте. С 1 сентября сделать это можно будет также с помощью портала госуслуг. И вроде бы всё хорошо, но, ребят, это же госуслуги. И, возможно, все нормальные нововведения будут просто тормозить и некорректно работать. Кроме того, теперь официально, в соответствии с новыми правилами, владелец автомобиля не будет получать бумажные штрафы, если он подписался на получение постановления через портал госуслуг. Штраф придёт на госуслугах через СМС-сообщение и на электронную почту, а также пуш-уведомлениям. Это бесплатно и крайне удобно. Вопрос реализации. Ну и закончим мы этот выпуск новостью не такой приятной, как предыдущие. С сентября этого года в 12 регионах России должны заработать камеры, которые будут штрафовать за езду с выключенными фарами. Список этих регионов вы сейчас видите на экране. Речь идёт не о закупке новых комплексов фотофиксации, а об обучении уже существующих новой функции при помощи нейросетей. Соответственно, фиксация данного нарушения должна стать массовой. В одной только Москве одновременно порядка 600 камеры должны начать штрафовать водителей за выключенный свет. Я сам однажды попал в такую ситуацию, выезжая из тоннеля, я не увидел, что сзади едет машина в соседнем ряду с выключенной фарой. Да, выключенной фарой на фоне вот этого тёмного тоннеля, спереди солнца, сзади темнота, я начинаю перестраиваться, и произошло ДТП. Камеры будут делать несколько снимков, чтобы исключить ошибку в случае со светодиодной оптикой, которая при съёмке камерой немного моргает. Камера может ошибаться в целом ряде случаев, это и яркий свет, и светодиоды, они же мерцают, соответственно, непонятно, какой материал будет отбраковываться и как он будет отбираться. То есть, лично для меня это чрезвычайно сомнительная история. Кроме того, если работает хотя бы одна из двух фар, штраф оформляться не будет. Что касается ошибок из-за отблесков солнца или засветки приборов в дневное время, то они будут трактоваться в пользу водителей. Также камеры смогут распознавать и грязные фары, если, конечно, они не испачканы настолько, что не пропускают свет на 100%. Из самых важных новостей вроде бы всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если вам нравится такой формат автоновостей, и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не упустить крайне актуальные новости и интересные рейтинги. Вы были на автомобильном канале ProAuto. До скорых встреч.